Глава региона Александр Цибульский раскритиковал и отправил на доработку представленные на заседании администрации НАО законопроекта создания в регионе дополнительных условий для расселения граждан из аварийного жилфонда. Напомню, по поручению в Рио губернатора окружной профильный департамент должен был разработать альтернативный метод улучшения жилищных условий для жителей аварийных домов. Речь идет о предоставлении гражданам, проживающим в домах, подлежащих к сносу, возможность получения денежной компенсации взамен на многолетние ожидания в очереди на переселение. Сегодня этот законопроект был представлен на заседании администрации округа, но не получил одобрения главы региона. Ни для кого не секрет, что очередь на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья исчисляется годами. Темпы строительства новостроек не позволяют переселить всех одномоментно. Хорошей альтернативой для жителей домов, непригодных для проживания, должна стать денежная компенсация, получив которую граждане могли бы приобретать жилье самостоятельно, не дожидаясь своей очереди. Площадь жилого помещения должна быть не менее площади освобождаемого жилого помещения или не менее учетной нормы. В площади жилого помещения на каждого члена семьи установлены органы местного самоправления по месту нахождения. Предоставление денежной выплаты носит заявительный характер. Данное право может быть реализовано гражданином однократно, то есть если гражданин имеет собственности. Две аварийные квартиры, то денежная выплата предоставляется за одну квартиру. Размер выплаты определяется как произведение общей площади освобождаемого жилого помещения и средней рыночной стоимости квадратного метра жилья, установленного Минстроем России для Ненинского автономного округа. Так, на второй квартал 2018 года стоимость одного квадратного метра утверждена в размере 60 166 рублей. В то же время рыночная стоимость одного квадратного метра жилья на территории региона значительно выше и составляет для первичного рынка 69 275 рублей, на вторичном 66 328 рублей за один квадратный метр. Как отметила Елизавета Соколова, если оценивать стоимость строительства, приобретения и размер денежной выплаты в отношении отдельно взятой квартиры, то внедрение нового механизма расселения по предварительной оценке может обеспечить экономию бюджета до 30%. Глава региона категорично заявил, что не имеет смысла принимать законопроект, если размера компенсационной выплаты гражданам не хватит на то, чтобы приобрести жилье. Это закон, который принимаем мы. Для того, чтобы, не имея возможности быстро построить жилье для людей, переселить их из-за условий, в которых жить невозможно, из-за аварийного жилья, это не моя, кстати говоря, проблема, что вы до меня не переселили граждан из этого жилья. А когда у вас были доходы бюджета, очень приличные в округе, это вы себе задавайте вопросы, те, кто много лет здесь работают, почему вы этого не сделали. А сегодня предлагать мне норму, по которой люди не смогут купить себе жилье, не надо. Я просил департамента, Александр Владимирович, отработать сумму одного квадратного метра жилья в городе. И вы мне докладывали, что вы это сделали. Сейчас получается, что людям не будет хватать 8 тысяч за квадратный метр. Это не норма. Это означает, что мы дополнительное обременение на людей перекладываем. То, которое хотели с них снять. И это мне не устраивает. Это не решает эту проблему. Как отметил руководитель окружного профильного департамента Александр Лезер, ответственный за подготовку вопроса, при определении стоимости одного квадратного метра жилья разработчики законопроекта основывались на статистических данных по состоянию на 1 января текущего года. Теперь я хочу это увидеть на бумаге. Вы мне все покажите, поэтому с этого заседания снимается закон. Проект окружного закона о создании дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными, будет рассмотрен на очередном заседании администрации НАО. Ирина Нижалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.